Шестой выпуск кругосветки из-за погодных условий мы решили сделать самым приближенным к трассе Ульяновск-Корсун. По причине морозов во время съемок у нас неоднократно отказывалась работать техника, нам приходилось отогревать ее в машине. Однако нам удалось запечатлеть интересное и красивое, чем мы рады поделиться с вами в этом новом выпуске. Рядом с трассой проходит, пожалуй, старейший в области региона образующий исторический объект. Это так называемая Симбирско-Корсунская засечная черта, являющаяся частью засеки, ставшей в свое время опорной линией российского государства. 7 января 1648 года выходит царский указ, в котором говорится, лето 7156 года, генваря 7 дня, государь, великий князь Алексей Михайлович в Сене Руси указал окольничему и воеводе Богдану Матвеевичу Траво быть на своей государевой службе для строения новых городов и засеченных крепостей от реки Барыша до реки Волги. Строительство шло с 1648 по 1654 год. Главными форпостами этого участка стали Симбирск, Тагай и Корсун. Между ними почти сразу стали возникать селения, появилась дорога для подвоза из центра необходимых вещей, вооружения, боеприпасов, ремесленных изделий, стройматериалов. Чуть позже по этой дороге стали гонять к месту отбытия наказания катаржан. В селах через определенное расстояние возникли пересыльные тюрьмы. Одна из таких располагалась в селе Тагай Маинского района. Была больница построена довольно-таки давно, еще одним из царей. И здесь, так сказать, по этапу гнали каторжников, здесь им оказывалась помощь. Вот внутри этого здания, что у меня за спиной, там вроде был у них большой камин, и они возле него садились, грелись, ночевали, оказывали помощь и, может быть, даже кого-то лечили. Советские литературоведы утверждали, что именно в этом здании по дороге на каторгу ночевал украинский поэт-патриот Тарас Шевченко. Сторожилы уверяют, что по свидетельству их пращуров здесь останавливалась клетка с плененным Пугачевым. Имена Стеньки Разина, Емельяна Пугачева, Пушкина для местных жителей не отвлеченные исторические, а близкие, почти родственные. Одна из сторожилов села, с которой не удалось встретиться из-за ковид-ограничений, 90-летняя Елизавета Солмина рассказывает об этом так. Дед моего деда рассказывал еще. Когда везли здесь Емельку в клетки из Симбирска, тут вот остановились. Солдаты согнали народ. Мужики все тогда к нему в войск ушли. В селе только бабы, дети и старики остались. Согнали нас, говорит, и велели плевать в него, камнями кидать, а мы рабеем. И тут Емельян вскинул голову, челку назад откинул и говорит, люди, леса у вас тут какие? Вас больше, чем их. Освободите меня, и все наше будет. Солдаты, давай вверх стрелять и плетками нас разгонять. А четверка лошадей в сторону Москвы голопом пошла. Тем не менее, табличка на здании больницы говорит о том, что тут располагалась Земская больница и не упоминает о знаменитых заключенных, которым она некогда давала ночлег. Здание Земской больницы расположено на этой же территории, но построено гораздо позже знаменитым архитектором. Территория современной Тагайской больницы – это исторический комплекс. Некогда здесь была пересыльная тюрьма, потом Земская больница. Здания строились не сразу, не в один день. Вот слева от меня более старые, и еще на памяти жителей здесь располагался роддом. А справа от меня здание, которое построил архитектор Шаде по специальному заказу. Сейчас эти здания находятся в разрушении. Они отключены от отопления, они подвергаются разграблению. К сожалению, исторические памятники в Ульяновской области не все, но уходят в небытие. Следующей придорожной достопримечательностью стала родина знаменитого советского художника Аркадия Пластова. С его именем здесь связано практически все, даже храм. В данный момент это является храм-музей. Здесь у нас выставка икон, симбирских икон. Это художник из Сурского сделал выставку. И часть икон – это работы Григория Гавриловича Пластова, это вот Серафим Сороский и вот эта вот икона. Первый храм на месте этой церкви был построен в 19 веке. Потом разрушился от времени и был построен еще один, который простоял до 2016 года. В том году церковь сжег дотла сумасшедший житель села. Однако тогда весь регион сплотился вокруг этой невероятной утраты, и церковь в самые кратчайшие сроки восстановили в первоначальном виде. Сегодня она – одна из самых посещаемых церквей, потому что расположена рядом с одной из самых оживленных трасс Ульяновской области. Восстанавливать церковь в разные годы помогал сын Аркадия Пластова Николай, поэтому фамилия Пластов навсегда сроднилась с церковью. Кстати, сегодня храм – часть музея-заповедника, носящего имя великого художника. Это бывшая церковная сторожка. Потом из нее сделали народную школу. Это при Илье Николаевиче Ульянове. Здесь в год учился пластик Аркадий Александрович первоначальный. И вот мы ее сейчас воссоздали. Вот такой, какая она была в то время. Первая комната сторожки – место, где жила женщина-церковный сторож, которая была первым учителем этой школы. Вторая комната – собственно класс, в котором учились дети местных христиан. Неподалеку в здании правления колхоза ныне располагается художественный музей, где выставлены работы Пластова и его друзей-художников. Здесь вам расскажут и об истории села, и об интересных фактах биографии Аркадия Пластова и его семьи. Буквально в нескольких километрах от Преслонихи нас ждал следующий музейный комплекс, связанный уже с поэзией и музыкой. Рабочий поселок Языково когда-то был вотчиной знаменитых поэтов, вольнодумцев и декабристов братьев Языковых. Кроме того, эта земля помнит Пушкина, который дважды бывал в гостях у братьев. В 1853 году Языково построили здесь фабрику для военных нуж, чтобы ткать сукно для солдатских шинелей. А потом они ее сначала продают, дают ее в аренду, а потом ее покупает Степанов. Это симбирский купец. И вот этот Степанов вложил огромный вклад в историю нашего поселка. Он в 1900 году создает духовой оркестр, открывает музыкальное училище, выписывает Зельдина, это капельмейстер Московской консерватории. Известного актера Владимира Михайловича Зельдина знают многие. Однако мало кому известно, что его отец вместе с симбирским купцом основал один из самых прославленных оркестров России, не раз выезжавший на зарубежные гастроли. Степанов был меценатом. Кроме оркестра он строил школы и больницы, занимался организацией духовного воспитания сельчан. Кстати, оркестр в Языково существует по сей день, и в этом году ему исполняется 120 лет. Парк при музее, в свою очередь, хранит следы рачительного хозяйствования Языковых. Здесь находилась барская усадьба, здесь, на южном склоне горы, была оранжерея, снабжавшая дворян лимонами и помидорами. Здесь же покоится часть дворянской семьи. К сожалению, в годы революции крестьяне сожгли усадьбу, остался только фундамент. Теперь он часть музейного комплекса и одновременно сцена, на которой проходят все летние мероприятия, проводимые музеем, в частности, Пушкинский праздник. В советское и постсоветское время много сил и души вложила в возрождение усадьбы и парка поэт и культурный деятель, ныне покойная Татьяна Эйхман. Она любила это место и много писала о нем. О, парк! В любое время года ты необычен и красив. Приют языковского рода приветлив, строг и молчалив. Хранишь историй клад спасенный, тебе любой мальчишка, брат. Здесь пахнет Русью просвещенной, здесь песни русские звучат. За вьюгой белой, как невеста, звенит сосульками весна и осеняет гений места немеркнущие имена. Языков Пушкин, Ознобишин, Давыдов, Гоголь, Хомяков. Здесь мысль парит светлей и выше небесных птиц и облаков. В твоих прудах кружится пена, в аллеях от звуки речей сладкоголосый и степенный в закате солнечных лучей. Любимый властью и народом твой родничок речистый жив. О, парк! В любое время года приветлив, светел и красив. Сегодня власти региона всячески поддерживают музейный комплекс. Здесь часто бывает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Нередко помогают частные меценаты. Однако не так давно у сотрудников музея появилась проблема, которую им решить пока не удается. Связана она с ремонтом федеральной трассы, которая проходит мимо поселка. Выполняя капитальный ремонт, рабочие демонтировали дорожные указатели, которые сообщали, как проехать к усадьбе. По существующему законодательству, сами музейщики установить их без разрешения не могут, а получить его никак не удается. Поэтому они воспользовались случаем и обратились к чиновникам посредством кругосветки. Работники усадьбы музея просят Министерство транспорта помочь в установке указателей и баннеров, как проехать в музей усадьбы Языковых. Расставаться с таким красивым местом, буквально пропитанным российской историей, не хотелось. Мороз и солнце делали контрастно красивым каждый предмет и куст, на который падал взгляд. Однако нас ждало село Урена-Карлинское, тоже уникальное. Причем уже во всероссийском, если не мировом масштабе. Традиции этого села до сих пор толком не исследованы учеными. Начать стоит с того, что здесь до 1984 года сохранялся обычай старинного кулачного стеношного боя. До сих пор живы мужики, которые были участниками этого поистине исконно русского состязания. Мы еще учились в школе, это уже было как с Пятятого Рома, ребятишки, вот ходили. У нас чайка тут вот была, магазин. Вот собирались у чайки. Было разделено Хомогоры, Теньковка, Малую Рень и Капышковка. А у нас была Белозерия и вот большая дорога, и самый вот этот вот Урень. Дрались пучу на кучу. Просто подружески. Заходили отсюда гурьбой и оттуда гурьбой. Просто сначала разнимали. Это точно. Друг подружку подрали, а потом уже вылетали большие такие взрослые мужики. И человек по 30, по 40 даже в толпе было. Драка велась по правилам. Лежачего не били, палок, свинчаток, костетов в руку не брали. Ногами бить было нельзя. Если кто-то нарушал правила, его били в наказание. Свои же. Были тут записные силачи, которых специально приглашали, если команда, на территории которой они проживали, проигрывала. Отголоски техники настоящего кулачного боя еще живы здесь. Мужики из этого села славятся умением драться. В основном в стеношном бою использовались прямые удары, которые старики определяют как удар на шаг, удар на расшаг, стой там, иди сюда. Последний, кстати, особенно страшен. Одной рукой противника хватали за ворот и дергали на себя. Другой одновременно били, как бы отталкивая. Это увеличивало силу удара вдвое. Техника боевого искусства Симбирского села еще ждет своих спортивных исследователей. Жаль, что в 2019 году на фестивале Тафиса не было такой исходно ульяновской площадки. В селе есть и другая, не менее интересная традиция и очень интересный промысел. Самый главный промысел у нас в селе было – это, конечно, валяние валенков. Своё детство я провела вместе с отцом рядом и всегда видела, как он занимался валянием валенок. Конечно, это очень трудная работа, но это был доход для семьи. Он валял в своем селе, потом уезжали куда-то далеко, там валяли, продавали эти валенки, уезжали надолго. Приезжал с гостинцами, мы его встречали, радовались. Те, кто уходил на отхожий промысел, знали тайный язык. Этот язык местные в Уренокарлинском называют «понтюх». На нем можно было договориться обо всем и точно знать, что тебя не поймет никто. Нужно это было, чтобы в чужом селе на заработках договариваться о чем-то тайно. Например, плохо платит хозяин за валенки. Нужно его наказать за это. Вот мастер и говорил под мастерью. «Поклюш, шиварките в скребы, люкше и выхлют, жулайте». И парень в заготовку для валенка добавлял картошки. Из-за крахмала вальнок очень быстро валялся, выглядел крепким и красивым. Однако, стоило ему намокнуть, он расползался прямо на ноге. Есть на этом языке и частушки, которые до сих пор поют в Уренокарлинском. Мас накерился бусьяной и к колохе подохлил. Бот вершай, вершай, колоха, Мас ботву лимить прихлил. Уренокарлинское – это невозделанное поле для исследователей традиционной культуры, антропологов, краеведов и культурологов. Пока ульяновскими исследователями Михаилом Матлиным и Павлом Сакирко снят лишь мизерный пласт огромного, богатого пласта традиций села. А еще в этом селе до сих пор существуют и функционируют почти повсеместно исчезнувшие колодцы журавли. Во всех выпусках «Кругосветки» мы угощаемся чем-то особенным и свойственным только этому району или населенному пункту. В этой мы не планировали ничем угощаться. Однако угощение нас нашло само. Вот, посмотрите, какая у нас вкусная водичка. Попробуйте. Ну что, по традиции мы что-то пробуем. Вкусная? И теплая. Вот так. Солнце давно перевалило во вторую половину небесного пути, и мы направились в Ульяновск. По дороге решили заехать в одно из самых удивительных мест Майнского района – урочище Еделево. В 1653 году земли на берегу речки с библейским названием Иерусалимка были пожалованы семи мордовским мурзам, принятым на государеву службу. Вскоре большая часть земель осталась за одним из них – князем Еделевым, основавшим здесь деревушку. Сейчас от деревни осталась только церковь, построенная в 1895 году. Проектировал ее симбирский архитектор Виктор Людвигович Ивановский. Она не действует со времен советской власти. Странно видеть храм посреди почти безжизненного поля. Тем не менее, в церкви стоят иконы и зажигают свечи. Эту церковь можно посмотреть и летом. Меняется пейзаж, но храм неизменно украшает собой равнину уже 125 лет. Так закончилось еще одно кругосветное путешествие Уллправды по родному 73-му региону. Длилось оно, как и прочие, световой день. Мы не прощаемся с вами. Наши путешествия продолжаются. А значит, вас и нас ждет множество красивых мест и интересных историй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok